Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Жень. Михаил, вы все любите очень поговорить про ваши творческие планы, но вот я знаю, что вы являетесь исключением, потому что у вас нет творческих планов никогда, только творчество. Нет, не один я являюсь исключением. Все артисты не любят, на самом деле, говорить о творческих планах, потому что все артисты, как и все спортсмены, люди суеверные. Скажешь, накаркаешь, и поэтому... Не снимут. Да, ну или не снимут, или сорвется что-нибудь, или по сроку не сойдется, или дай бог по деньгам. Еще мы очень все любим такой вопрос, а расскажите какие-нибудь интересные случаи в съемочной площадке. Так что эти два вопроса, считай, отыграли. Но все 74 интересные случаи. Нет, я могу сказать, я сейчас снимаюсь в фильме у Петра Валерьевича Тодоровского, продолжателя Великих Традиций Великой Тодоровской, в интересном сериале «Полет». Такой год назад мы снимали его уже, ну как бы пилот такой был. Сейчас немножко артистов там поменялось, и мы заново все снимаем. Это интересная работа. Там замечательная группа, там замечательные партнеры. Но правда очень тяжело. Там вот все время... Там режиссер, которого мы называем мистер Батт. Потому что после каждого дубля он говорит, гениально, это было замечательно, но... Батт. Кстати, по атмосфере на съемочной площадке, конечно, все устают, все раздражаются, но вроде так дело двигается. Про спортсменов прозвучало. Я сразу вспомнил, что немногие ведь знают, что великий актер Ефремов, он мясной человек. Ну как немногие знают. Наоборот, знают все. Отнюдь? Отнюдь? Нет, все знают об этом. Спартакские болельщики в окружении... Спартакские болельщики знают, кони знают, бомжи знают, паровозы знают, все знают. Вот это странно, потому что спорт и Михаил Ефремов, это в сознании массового потребителя, зрителя, слушателя, это все-таки вещи очень далекие. Мне сложно представить Михаила Ефремова на поле. Я не думаю, что это спорт, я думаю, что это боление. Но вы же выходите на поле, гоняете мячик. Но давно я не гонял мячик, уже года два. Сейчас в основном я смотрю телевизор, футбольные матчи. А дети... На меня произвело неизгладимое впечатление чемпионата мира по футболу в России. И с тех пор мы стараемся не пропускать никаких матчей по телевизору, потому что в пабе хорошие телевизоры и неплохой бим. В этом смысле. А как вы, кстати, человек, который достаточно сильно, опять же, в представлении массового зрителя, не знаю, как на самом деле, достаточно сильно политизированный, как вы воспринимаете трактовку, что чемпионат был таким пропагандистским ходом. Побольше такой пропаганды. А то есть затопил пропаганду Михаил Ипревов. Все талантливое, все хорошо. Талантливая пропаганда, она тоже замечательная. Понимаешь, когда раньше пропаганду делали Маяковский и Родиченко, это немножко другое было, чем Соловев и Киселев. Но, кстати, насчет политизированности, это заблуждение потребителей или действительно очень глубоко выделите? Я не политизирован, я просто слежу за процессами. Но с определенного холма, сидя на определенном холме и следите? Да нет, вот сейчас уже раньше газетки читал или телевизор смотрел программу, сейчас, слава богу, телефон появился, где может, тынг, и почитай, что там происходит. А многочисленные чадо являются единомышленниками вот в этом смысле? Ох, в этом смысле мы с ними не разговаривали, слава богу. Да нет, я и с друзьями по этому поводу не разговариваю. Только по поводу, если работа, гражданин поэта или господин Хорошенко, это работа, тогда мы поэтизированы, а так нет. Я знаю, что один из самых, кстати, распространенных вопросов, который через всю жизнь проходил вашу, так же, как и Антона Табакова, это по поводу родителя. А вот мне хотелось бы по поводу сына. Вас сравнивают с Никитой? То, что с отцом сравнивали и сравнивали... Ну, там есть еще Николай Борис, есть еще Анна-Мария Вера и Надежда. Да, но вы на Никиту, вы просто... Молодой Никита, это просто молодой Миша Ефремов. Нет, молодой Никита, молодой Олег Ефремов. Он похож на Олега Ефремова, больше, чем я. Я больше похож на дедушку. Да, на Николая Ивановича. На которого? На Николая Ивановича. Ага, понятно. А Николай похож на меня и на Женю Добровольскую. А Борис похож на меня и на мою... Это кто все... Жену, которая всегда... Моя жена, которая всегда и во всем права, Соня Кругликова. Вот Борис похож на меня. Про спорт мы говорили. Я знаю, что дети некоторые увлекаются. Да, Борька играет в футбол и здесь играет. И вот сейчас в Латвии. Там есть такая команда Спартак Юрмова. И у них есть детские такие школы, где играют местные и дачники. Вот он входит в команду дачников. А видите в них вообще себя того возраста? То есть во многом они повторяют? Это хулиганы, если коротко. Я про мальчиков. Говорят хулиганы, да? Нет. Нет? Ну как сказать хулиган? Когда-то хулиган, когда нет. Я тоже не был все время хулиганом. Просто когда хулиганишь, это больше отпечатывается в памяти общества. Не, ну там же был какой-то и криминал, я насколько понимаю, поход в армию был связан с тем, что там 88-я статья, фарцовка. Да нет, там на самом деле была хулиганка, но из-за этой хулиганки пришли, Наталья Николаевича или позвонили люди из органов, которые сейчас руководят нашей страной, и сказали, лучше бы либо тюрьма, либо армия, в общем. Но доказательств у них не было, поэтому они взяли нам понт. Вот как обычно они это и делают. А то есть состава, как говорится, не было? Никакого? А почему вообще все вот сыновья, всех наших кинематографистов, вот если мы берем вот эту возрастную группу, ну все прошли через армию, именно в контексте того, что ставился вопрос, либо тюрьма, либо армия. Там возьмем Теграна, Киасаяна, Бондарчука. Это, понимаешь, это тренд. А, это был тренд? Нет, мы когда-то собрались, нам было по 14, сказали, ну вот пойдем в армию. Потом будем говорить, пошли, либо тюрьма, либо армия. Красиво, во-первых, да? Во-первых, это все равно мужественное какое-то, все равно, о-о-о, практически лидер протеста. Дедовщина была? Да, была. Но я же советская армия служил. Нет, я не могу сказать, что дедовщина, вот в той части, в которой я послужил все два года, а это была большая учебная часть, то есть там полгода была такая, ах, какая дедовщина. А потом меня там оставили на постоянном составе. Я там уже валял дурака, а первые полгода это серьезно, и совершенно не то, что дедовщина, а вообще мне отсюда, из центральной семьи, попасть в армию. Я помню, я первый раз это осознал, когда я его слушал в шесть утра, «Рода подъем», и я вижу, что это началось. Письма маме. Письма маме были. Будут опубликованы или уже опубликованы? Нет, они не опубликованы. Что-то мне стыдно. А за многое вообще по жизни стыдно? Да жизнь вообще вся состоит из греха и стыда. Золотые слова. Никто так вот не признается в этом. Я очень ценю, что когда люди, действительно, мы же совершаем ошибки постоянно. Все время какие-то... Да не то, что ошибки. Я не назову это ошибкой, это течение, течение обстоятельств, может быть. Может, и ошибки совершаем. Не знаю, но это жизнь. Я бы не делил ее на хорошее и плохое, потому что, как говорили отцы афонские, обалдеете, кого в раю встретите. Не знал. Просто существует такое общее место, говорится, вот если бы суждено было прожить, я бы не изменил бы ни дня. Вот эти люди повторяют. Я пока, да, я думаю, да. Да? Да, нет, ну я изменял бы... И варьи пошли бы, Михаил? С моим теперешним, послеармейским, да-да. Я даже полтора года, когда служил, я помню, иду когда-то, я... Ну, ребят, я даже не помню, куда. Такое лето, что ли, не лето. Какая хорошая погода. У меня хорошее настроение. Думаю, а нахрена мне отсюда? Вот я вообще здесь ничего не делаю. В принципе, живу на всем готовом. Да еще командую кем-то, чем-то. Нахрена мне... Была такая мысль в армии. На первые полгода. Вы так сказали насчет того, что намекнули, что чекисты руководят страной, а премьер... Как намекнул? Это факт. Аж какой факт? Ну, как факт. Президент Путин у нас возглавлял ФСБ... Причем президент Путин, там очень много... Там... Это как с русскими, копнешь, а там татарин. Понимаешь, это так. Вот копни какого-нибудь начальника, там КГБшник стопудовый. Хорошо. То есть, насчет русских. В каком возрасте Миша Ефремов узнал, что он не русский? Когда? Ну, так, как не русский. Я никогда себя особо русским-то не считал. Я всегда считался человеком, и считать не собираюсь. Я узнал, что я чуваш. Да, да. И Мордова еще там. Да, да. Ну, Мордова это потом, когда... Это по отцовской линии Мордова. А по маминой чуваш я, и более того, я прямой потомок Ивана Яковлева. Это основатель... Ну, человек, который перевел Библию на чувашский язык. Мордова, который был заместитель отца Ленина. Ну, это такая наша семейная гордость. Ну, а какие вы чуваши? Чем вы... Чуваши. А чуваши, да? Да. Прошу прощения. Чем вы от не чувашей отличаетесь? Что у вас есть? Ну, во-первых, мы крещеные. Так. Во-вторых, мы большущеки. Во-вторых, мы добрые. Но очень мы лучшие. Вот насчет, когда вы сказали про крещеные, я вспомнил одно из интервью. За границей вы давали, в Киеве. И вы про... Рассказывая своем друге Иване Охлобыстине, как мне показалось, с долей сарказма, если иронии, может быть, сарказма, сказали вот про его поход в батюшке, когда он стал у нас... А что я сказал? Я же знаю про этот поход. Ну, как-то неодобрительно. То есть вы считаете, что... Я не неодобрительно сказал. Я, наверное, сказал, я, наверное, рассказал, что вот Ваня мне написал пьесу. Так. Сказал, вот у него было 21 год духовных исканий, вот он мне 21 год назад пьесу одну написал, а потом 21 год духовных исканий второй написал, да. Ну, потому что вы знаете Охлобыстину, как не знает его никто. Вообще-то никто из журналистов точно. Он кум мой. Он кум мой. Мы родственники практически. Это все был пиар? Или это были искренние движения души? Я думаю, искренние движения души. Я не то же полагаю, я знаю, что это искренние движения души. Вам не мешает в общении с ним тот факт, что он по позиционированию является... Ну, то, что вы, Светлолики, называете ватником. Ну, мне не мешает, но он же художественный ватник. А это немножко вот здесь определение, что такое художественный и не художественный ватник. Ну, вот этот самый вот, Мхат имени Горького, там они ватники не художественные. Несмотря на то, что ты имени Горького. А Ваня художественный. Это я так считаю. Это моё мнение. Я понял, да. Мне именно ваше мнение и цены в сегодняшней беседе. Вы считаете, что когда человек вашего ремесла актёр, режиссёр, в общем-то и иногда продюсер... Нет, я продюсер. Я только делал пока печать себе. Он когда беседует журналистами, то есть, ну, даёт интервью. Он работает, это часть его работы. Ваня? Вообще актёры, люди вашего ремесла. Вы... Ну, это как кто считает. А вы как считаете? Ну, я давно живу, я как бы... Ну, не дольше, скажем, все, когда упомянуты. Нет, я всё понимаю, но... Ну, чего? Я честно тебе скажу, я не думал, о чём я могу-то говорить. Ну, в принципе, можно было подумать, что-нибудь такое сказать смешное или такое яркое, и потом всё ха-ха-ха. Ну, обычно смешные, яркие, талантливые вещи никогда не получаются, когда ты думаешь, вот надо бы сделать так. То есть, эстромт должен быть, да? Это не эстромт, это... Ну, это... Это прямой ход. Это, как ты говоришь, о чистом сердце. Просто очень многие люди, видные актёры, прям вот... И... Не хочется назвать имена в контексте, будет понятно, почему. Скажем так, с достатком гораздо выше среднего, даже вот в актёрской среде, они из принципа не дают интервью бесплатно. И тезис у них им такой, это моя работа, вот что, вот давать интервью, это моя работа, почему я должен делать... Не, ну, вообще-то это Мадонна первая начала фотку за 50 долларов. Ах, это с Мадонны началось всё? Конечно, это капитализм, это всё понятно. Это нас пока тут лопухов дурят. Бесплатно. Вот такие, как вы, мы бесплатные интервью даем. Более того, нет, сейчас ещё... Ну, в общем, говорить о бесправности актёра в государственных мульттеатрах, это такая вот... Не хочу я об этом говорить, потому что это и так понятно. Это не считая бесправия. Как с этим бороться, не знаю. Но всегда ведь так было, когда ваше детство нет? Нет, не всегда так было. Нет, ну, были какие-то, когда... Когда есть художественная наполненность, творческая наполненность, то нет, не бесправие, и о денег меньше думаешь. А когда как-то такая рутина, вот ты начинаешь всё время. Чего ж тут не так-то? Чего же... Я же артиста пошёл, я же хотел летать. Чего же вы мне крылья-то режете с самого первого года? Очень часто сравнивая нынешний период постсоветский. И советские как раз говорят о том, что вот этот фактор денег стал очень значимым и стал иметь значение. Но мне кажется, что и в советские времена тоже, в общем, думали об этом. В советские времена думали не о деньгах, а о привилегиях. Ну, что в общем-то... Потому что когда произошло вот это, на мой взгляд, счастливейшее событие моей жизни, и на взгляд... 91-й год? Да даже раньше. Года 87-го уже было понятно. Самая счастливая мгновень моей жизни, то есть конец коммунистической фигни Советского Союза. Тогда, понятно, что была эйфория, но вот во всей этой трансформации, да, стояли люди, которые продавать вдруг разрешили везде, где угодно, в очередях. Не в очередях, а такими колоннами они стояли, продавали там будильники, чайники, стаканы, не знаю, и кофточки. Вот вся эта перетрубация, она научила русских людей, ну, или там, российских людей думать о деньгах. До этого советские люди о деньгах не думали. Ну, некоторые, наверное, думали. Но всегда есть люди, которые о них думали. Всегда есть умные люди. Их мало. Их мало. А тут, ну, вся страна так достаточно резко поумнела. Стала, как бы, думать, ну, что это вот зарабатывается, это как бы, вот как-то распределять надо. И это, это мы еще до сих пор от этого не отошли, это будем еще отходить еще лет 20 тысяч. А надо отходить? Конечно, от той халявы, которая была, конечно, надо. Вы ведь были всегда таким мажором. Вы учились в школе с... Я был, я был бы, я сказал бы, не мажором, я был форс-мажором. Ну, как, у меня прадедушка перевел Библию на Чувашеский. Дедушка главный учитель Большого театра. Папа, понятно. Да. Сейчас сын даже еврей. Ой, это маленький сам. Нет, ну, в школе учились с внучкой Промыслова, по-моему. И внучка Устинова, внучка Промыслова. Внучка Устинова, по-моему, с Антоном Табаковым. Нет, нет, Промыслов Устинова, нет, там, в одном классе А училась внучка Промыслова, А в Б, а меня переводили из А в Б. А почему переводили? Из Плохое поведение. А, то есть, из А в Б. Я, я, как это, развратил один класс, и меня перевели и развращать другое. Отец никогда, я знаю, не ходил. Дед один раз пришел, Борис Александрович Бокровский, с этой звездой, герой соцтруда, там, над ним они просто. Михаил Ефремов когда-нибудь ходил в школу? Да, недавно ходил, на последний звонок к дочке своей старшей. А школа, все та же? Нет, это школа-класс-центр Сергея Зимановича-Казановского, известная такая школа. А как вы относитесь к тому, что дети, не только дети, я имею в виду актерской среды, а вообще очень многие отправляют сейчас за границу учить детей получать образование? Ну, это, я думаю, происходит потому, что за границей лучше образование. У меня пока нет такой цели, но мысли такие были. А вот эти решения отправить за границу, оставить здесь, это решение коллегиальное или это решение отца? Нет, я думаю, коллегиальное, конечно. Коллегиальное должно мать принимать в этом участие, сам человек, которого посылаешь, куда? Вы всегда были человеком, который советуется и измеряет свои решения с кем-то? Не всегда. Да и сейчас не всегда. потому что мы поговорим... Это, кстати, и плохо. Это, кстати, и очень плохо. Это плохо почему? По-человечески и... Ну, по-хамски, это жлобски. Если ты делаешь черное мнение, несмотря ни... Я знаю, что у нас жлобская страна, что у нас все... Я плоть от плоти. Мы все злобы. Я плоть от плоти своей страны. Вот, я думаю, что во второй части мы как раз поговорим про страну. в большей части, чем по профессии. Страна. Она сейчас не та страна, в которой мы с вами родились? Конечно. Или это все та же? Не та? Не та, конечно. Она лучше. Так. Она просто переживает проблему на перехода из одной, как это говорилось в школе, общественно-экономической формации или политико-экономической формации в другую. Так. Из социализма и феодализм? Ну, из социализма, как вы надеялись, капитализм, но через империализм. Ага. Какой феодализм? Феодализм здесь как был, так и останется всю жизнь. Тут это не вытравишь. Потому что мы жлобы? Потому что жлобы, конечно. Зависливые. Мы зависливые в целом. Конечно. Ну, как... У нас про что у нас главная тема? Так. Сейчас по телевизору. Про что? Ну, про США всегда, потому что мы это зависть неизбывная. Так. А так про Украину. Мы завидуем Украине. Конечно. Как-то это вы не с нами. Как-то вы самостоятельно. Угу. Прям слюнёй брежем. Как... Как вот один... Как его фамилия, не помню, как его зовут. Человек такой, Делягин есть. Фамилия такая, Делягин. Не помню, как его зовут. И он... Ну, жлоб такой абсолютный. Потому что он даже, по-моему, во внуки не годится, Михаил Сергеевича Горбачёв, который для меня святой человек. Да. Он как по-хамски про него говорил. Хотелось просто... Вот если бы я умел руку в телевизор, то я бы там по мордосам-то надавал, конечно. Потому что уж больно жлоб. Делягин ещё. Фамилия какая-то. Чтобы не смел больше про Михаила Сергеевича так никогда говорить, это я предупреждаю Делягин встречу. Про Михаила Сергеевича многие отзываются не самым лесным образом. Вот многих всех прошу ко мне на шашлыки. Отравленные. Ну, потому что, как бы считается, что он, скажем так, мягко там употребляется другой глагол, который не эфирный. Нет, на мой взгляд, он Россию спас. Потому что ещё бы, ну, если бы до 2000-го Савок бы дотерпел, то это всё бы разорвало, мир бы, боюсь, разорвался даже. Сам Михаил Сергеевич Горбачёв считает, что Чернобыль разрушил империю, что вот эта катастрофа и её последствия... Вполне возможно. Сейчас очень многие пишут и говорят о сериале. Чернобыль. Довелось посмотреть? Нет, нет. Я вообще не зритель. Чупчин не писатель, он... Нет, я уверен, что я смотрел какие-то, ну, вот эти штуки, когда я читал про это. Я уверен, что это профессиональная очень работа и хорошая. Потому что американский кинематограф это вот настоящий кинематограф. Всем бы, всем бы к нему. А советский... Российский, только авторский. А что у нас можно вот... Либо авторский, либо мединский. У нас два. Два кинематографа. Хорошо. Ну, что с вашей точки зрения достойного было в отечественном кино? Да масса. Ну, вот то, что вам понравилось. Вот бывает такой фильм, что вы смотрите и думаете, не сыграл я там, не пригласили. Бывает. Очень часто. Очень часто. Нет, много было хороших фильмов в нулевые годы. Да и сейчас есть очень хорошие фильмы. Ну, дело в том, что просто из-за того, что государством, не страной, государством выбрана политика великодержавного шовинизма, я только так это могу назвать. Поэтому все так и кисло сразу. Потому что как только патриотизм и, значит, проворовались точно. Ну, это так, ну, это гадалки не ходи, всего такого чедрин, сейчас скажу. Но при этом государство, допустим, дает деньги, допустим, Лунгину, который снимает фильм Бранска, А вот пока до Лунгина дошли деньги, сколько там осело в кармашках? Ну, мы не знаем, конечно. государство финансирует фильмы, которые, скажем так, подтачивают основу государства. А если бы Ковалев уже умер, кто бы этот фильм профинансировал Лунгину? Не знаю. А вы считаете, что, в принципе, государство должно финансировать культуру в целом? Да, я считаю, что должно тратить деньги государство на образование, на медицину и на культуру. Больше ни на что. Ну, так. Ну, ментов чуть-чуть. Хорошо, понятно. А армию ликвидирует всю и все жилетки. Ну, мне кажется, немножко наивная вот эта позиция. Это, конечно, наивная позиция. Потому что еще ведь Бонапарт говорил, что тот народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Бонапарт говорил, но плохо кончил. Дело не в этом. Он кончил, говорят, даже женщиной. Да, там говорят, англичане, да, что-то там. А кто еще-то мог, кроме англичан? Англичанка гадят. Конечно. Сейчас хохлы гадят и американцы. Сейчас с англичанами как-то поменьше. Не, мне кажется, ну, давайте мы не будем как бы... Нет, я имею в виду, что вот, когда такой тренд, когда такое вот развитие вот надгосударственной какой-то идеологии, и тем более малопонятной. Ни на чем не основной. Основной на истории, которой уже нет уже свидетелей. И нет уже свидетелей... Это, конечно, это Рахматовская история, нет уже свидетелей на религии. Пятно чертнил не стерто со стола и не помню, я наизусть жалко. Боюсь даже спрашивать, за кого вы голосовали на последних президентских выборах. Я не голосовал. Вообще в при... Это позиция? Нет, не позиция. Я голосовать ходил на муниципальные выборы, и там победили всякие какие-то люди, практически все, кроме одного, из которых я отметил. Ну, я там одну женщину отметил за Единой России, ну, просто соседка, но это я... Иначе я... Конечно. Вот. А так-то нет, но это же имитация. Кстати, Горбачевское слово. Все, что мы видим последние 10 лет, это точно имитация. У нас в рамках этой имитации может случиться так, что страну возглавит женщина. Мы можем проголосовать Прекрасно, да. Да, я думаю, да. Я думаю, да. Это было бы очень хорошо. Вы даже знаете таких женщин? Знаю, много. За которых вы проголосовали бы как за президента? Да я бы даже за Валентину Ивановну проголосовал бы сюда. Я бы вообще, в принципе, за женщину проголосовал бы с большим удовольствием, чем за мужчину. А как вы... Нет, простите, Валентин Ивановна не даже за Валентин Ивановну. Конечно, и за Валентин Ивановну. Вы ведь курильщик, в принципе. Я курильщик. Ограничение на употребление никотина на вас отразилось в бытовом плане? Конечно, отразилось, потому что оно во многих вещах не сделано так, чтобы и курящим было все-таки как-то, ну, удобно. Я не говорю, что мы везде покурили, но оставьте хоть какой-то кусочек. А всякие последние назначения, кадровые подвижки в руководстве театров вы обсуждаете в семье с друзьями, с коллегами? я скромно удивляюсь. Прямо всем, всем, да, назначением? Практически всем. Почему? Нет, я... Нет, кроме Машкова. Всем остальным, кроме Машкова. Удивляетесь, да? Машкова не удивляюсь. Ну, Машков в вашей системе координат входит вот в этот... Нет, он входит в систему координат табакирки. Ну, да, да. Это же вы говорили, по-моему, в одном из интервью, опять же, за границей, что четыре великих М у нас существуют. Это Маковецкий, Неронов. Да, да, Меньшиков и Машков, да. Машков, ничего не изменилось в вашем интервью? Ну, как, нет, нет. Они великие русские артисты, что? Конечно, есть, правда, круче. Там, тот же Калтаков, этот, но они действительно очень хорошие, очень сильные и на грань гениальность. Меня, кстати, в той беседе очень удивили, потому что вас попросили привести пример из ныне действующих актеров, человека, которого можно было поставить в ряд с Мактуновским, с Великим. Вы назвали фамилию Нерукопожат Михалкова. Да, он очень большой актеров. И, ну, мне понравилось, что вы, находясь, в общем, на разных полюсах, условно говоря, политических. У меня вот эта политическая штука, она меня вот в последнюю очередь волнует. Ну, правда. Я от всех актеров слышал, что очень комфортно работать с Никитой Сергеевичем именно как с режиссером. Да, не только как режиссером, но когда он как актер работал, он же... Я бы не делил его вообще. Он Михалков. Ага. А Михаил Ефремов какой режиссер? Ну, я... У меня большие перерывы в режиссуре случаются. Ну, тем не менее, вы же... У нас есть этот опыт. Как вы себя оцениваете в этом плане? Я многое не довожу до конца. Именно мы про режиссуру сейчас говорим? Про режиссуру. Про режиссуру. Вот какой я режиссер. Я многое не довожу. Не доделываю я до конца. Я думаю, само потом должно на зрителя родиться. Иногда не случается. Иногда случается. Вот сейчас спектакль Дюма в Театре Современника. Вот он прям вот в последние 3-4 раза прям на моих глазах начинает рождаться. Это только 9-й, 8-й, 9-й, 10-й. А то, что вы делали и продолжаете делать совместно с Димой Быковым и Андреем Васильевым, это что? И Андреем Орловым. И с Орлушей, конечно, с Андреем Орловым. Это что по жанру? Это театр? Нет, мы сами для себя назвали этот жанр. Это ньюзикл. От слова ньюз. Как вы расценили историю масштабную с Димой Быковым, когда он то ли попал в кому, во всяком случае, страна стояла на ушах, министр здравоохранения, впервые в жизни, по-моему, там сама полетела. Ну, я испугался очень. Да. Испугались за Диму? За Диму, конечно. Вы считали, что это... Нет, нет, я испугался за Диму. Я там... То, что потом там отравление, отравление, это меня мало волновало. Вы считаете, что это отравление? Я не знаю. Это о том уже стали говорить. А когда сказали, что ему плохо, мы просто там звонили с девочками на... Это как-то открытая связь. Ну, вот, которых он читает лекции. Но вас не удивило реакции общественности и властей? Потому что там, по-моему, чуть ли не Сабмин специально собирался по этому поводу. Ну, это мало. Я не знаю, летал ли Путин, его навестить. Я думаю, я бы на его месяц летал бы. Потому что люди искусства важнее, чем все остальные. Понятно. Здорово. Нет, не беря спортсменов. Потому что спорт это... Ну, конечно. А нет, вот в чем дело там. У нас действительно искусство пропадает в стране, потому что у нас пропадает профессионализм. Вот как ведь искусным человеком может быть кто угодно. Министр может так руководить министерством, там, не знаю, образования, что ему сказать, ну, ты творец прямо. Ты придумал что-то такое. А у нас, к сожалению, по-моему, везде, вот прям как везде тотальный непрофессионализм. Поэтому, когда какой-то профессиональный человек ему вдруг стало плохо, я считаю, что всем остальным непрофессионалам надо было бы его спасти срочно. Потому что пока хоть кто-то профессиональный, надо его держать. Ну, существует ведь тезис, что на самом деле политики, крупные такие политики, публичные, не те, которые теневые. Это на самом деле виртуозы именно вашего ремесла, что они актеры очень высокого класса. Не задумывались вы об этом постоянно? Я задумывался над этим, но думаю, нет. Потому что если они действительно серьезные политики, я не имею в виду Владимира Вольфовича, если они себя отпустить-то не могут в полете каких же они артистов. В этом смысле? Конечно, слишком много у них. Мне гораздо больше предлагают их обстоятельств, чем артисты, которые играют даже в чехах. Ваши отношения к последнему генсеку Советского Союза я услышал. Скажем, мы не будем брать переходные фигуры типа Андропова-Черненко к его предшественнику многолетнему Леониду Ильичу Брежневу, который, как гласит легенда, вас в свое время гладил. Гладил по голове когда-то, как мягкой рукой. Как вы оцениваете сейчас? Сейчас происходит ревизия отношения вообще этой Брежневской эпохи и этой фигуре. Я не думаю, что там ревизия, просто у нас так же долго в власти один человек, и поэтому сравнения какие-то. Но не надо забывать, что у нас немножко дольше было в власти другой человек. И вот этот другой человек. Вет 30, Иосиф Вячеславович Сталин, он сейчас по опросам является, по-моему, чуть ли не самым не то, что популярным политиком. Мы же говорили уже, что жлобская страна, так чего? Ответ один и тот же. Не знают ни хрена, не сопереживают никому, нервничают много, думают мало. Но все почему? Потому что живут как-то вот не для себя. Когда про нервничают, вы сказали, я вспомнил, что ваш отец вам всегда говорил не спеши. Не спеши. Нет, про нервничать я не то, что нервничаю. Эмоция бежит впереди. Хорошо. Ленин? Что Ленин? Ну, ваши отношения к... Нет, то, что он какой-то там великий человек, реально, это понятно. но то, что это... Ну, предтеча фашизма, можно сказать, это коммунизм. Потому что коммунизм как для всех, а фашизм только для какой-то одной народности. Понятно. Ну и Борис Николаевич Ельцин, мы должны сейчас вспомнить, раз мы всех вспомним. Мне очень нравится Ельцин-центр. Да? Вы там выступаете? Я там выступал, мне вообще нравится от района Екатеринбурга. К Ельцину у меня очень разные отношения, потому что у меня, я очень хорошо действительно отношусь к Михаилу Сергеевичу. Человечески и по взгляду на историю своей страны. Поэтому, конечно, у меня такое отношение. Вот здесь, да, очень сложновато. И потом, Чечня. Ну, как-то по-человечески, ну, вот он был такой. Был человек у нас. И хорошо, что был. Потому что он каким-то образом, вот, он каким-то, что Горбачев, что Ельцин, вот как бы они про друг друг не говорили, они все равно демократы. Потому что странно, как они могли из коммунистов. это внутреннее какое-то, как мне кажется, переделка какая-то у них произошла. Ну, про Ельцин-центр, в котором вы выступаете, многие отзываются негативно, учитывая финансовый аспект, что если бы эти деньги, которые потрачены были на возведение центра и на поддержание его, разделить среди пенсионеров, то каждый пенсионер получал полмиллиона рублей в год, что для пенсионеров, я понимаю, что для вас это не очень значимая цифра. Почему значимая? Ну, все-таки вот есть пенсионеры, которые там получают, не знаю, 10-12 тысяч рублей пенсию. Ну, почему вы говорите о Ельцин-центре, а не говорите о Крымском мосте? Вот в такой же ситуации. Если бы вы говорили о Крымском мосте, у нас бы, может, вообще пенсионеров бы не было. Утилитарная вещь. Это такая же утилитарная. Я могу использовать. Я могу сесть на машину и поехать в Крым. Нет, можно так же сесть на поезд и поехать в Крым. А это все-таки, это ведь, что это? Это музей, это памятник эпохи. Что такое Ельцин-центр для вас? Это культурный центр, памятник той жизни, конечно, воспоминания о той свободной жизни, которая была какое-то время. Она была безалаберная. Она безалаберная была. Нет, у нас она свободная. Частная жизнь у нас свободная. А вот становится у тебя больше, чем 10 миллионов долларов, и ты уже становишься мало свободным. Потому что жгутся. Ну, а разве не везде так? Разве когда человек становится богатым в любой стране, то у него пытаются государство ли, конкуренты немножечко отжать? Да, наверняка. Наверняка так. Но не все же страны только первые 20 лет живут в какой-то более-менее часто собственническом капитализме. Пусть архиархическом. Финальный вопрос. Я понял, значит, как увековечен Борис Николаевич Ельцин. Ну, не то, что увековечен. Там и памятник хороший. Да, все в целом в комплексе. С юмором человек еще был. Это очень важно. А как бы вы хотели какой памятник видеть в перспективе отдаленной, может быть, Михаилу Ефремову? Что это будет? Я не хотел бы себе памятника. Потому что есть не рукотворный? Ну, вообще не рукотворный есть, потому что я уже родился тогда, когда кино было придумано. И, ну, что я буду думать о себе о памятнике? Я вам лучше расскажу, что нужно поставить памятник памятник олигарху на площади на Лубянке. На длинном таком вот, ну, где Феликс стоял. Да. Развороченный золотой Мерседес поставить, и чтобы он крутился. Так и фары глядели. То на Лубянку, то на Дедский мир, то на администрацию, куда там, на Дубу, то на первую аптеку, то на метро, то на администрацию президента. Ну, под техническим регистром крутился. А если бы еще какие-то видеоинсталляции бы показывал, весь мир бы приехал смотреть историю России. Сейчас придумали или давно? Не, давно бы это было придумано. Это называлось не памятник неизвестному олигарху, а памятник погибшему журналисту на самом деле. Но сейчас я потом не кстати я пошучу на эту тему. Вот за это спасибо. И за беседу кстати тоже. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»